13 июля на крыше центра дизайна артплей будет концерт для меня это будет не концерт это будет некое действие ничем не напоминающий знаменитый концерт на крыше группы битлз а что это будет напоминать нам расскажет евгений грешковец добрый вечер ну вы прошу евгений во первых слова концерт насколько она вот формат на для грешковца это нормально назвать концерт или какой-то другой все-таки это будет абсолютно концерт абсолютно вот никак ты по-другому его и не назовешь то что будет происходить так то есть это будет где-то около двух часов будет исполнение музыки песен в половине из которых я буду на сцене я петь не стану и никогда этого не сделаю потому что это не поют даже пьяный под душем делать нельзя у нас двое у нас двое уже таких людей которые тут не делают так хорошо тем более с грузинами и вы поподробнее про грузина сейчас и остальное время будут грузинской группам к за время группам к завреме надо завтра магазов и бей это очень сложно выговаривается ну а что это значит означает грузинского этой странники до по-моему странники пешеход пассажиры путники пассажир то есть у них даже по них есть анекдот в грузии что группам к завреме приезжает в аэропорт потому что все время говорят дорогие завреме дорогие пассажиры и очень известная в тбилиси группа пожалуй сама она теперь известны и в москве после вашего выступления у нас студии в живом звуке с ними она теперь очень известны и в москве они мы уже сыграли в москве наверное концертов 5 и по стране мы доехали до таких городов там челябинск екатеринбург тюмень ижевск зимой холодного группа молодая им всем до 30 лет и они играют такой рок-н-ролл не не с чем сравнить довольно самобытно поют они на грузинском языке я говорю по-русски нельзя назвать их аккомпаниаторами потому что чаще всего я говорю некий куплет они поют припев наши тексты чаще всего либо совпадают тематически либо контрапункт либо у них есть условная связь я вот в этом концерте довольно много танцую вот потому что грузины заняты инструментами у меня не никакого инструмента не не дадено и не положено так что это будет вполне концерт и вот я смог за время исполню 10 песен которые вошли в наш альбом который называется ждать жить ждать этот альбом существует его можно послушать еще до концерта как вы нашли друг друга мне позвонили из тбилиси так хорошее название для начала до рассказа и первая песня которую мы записались называется мне позвонили сообщение другу оставлены на автоответчике 10 лет я работал с группой бегуди и был в общем занят никаких посторонних предложений не принимал но мы расстались то что поработали 10 лет и остался валентным в этом смысле человеком и вот прошел год после нашего расставания мне был звонок из тбилиси заполнить валентность и я очень хотел выступать снова с коллективом и хотел чтобы это было очень по-другому чтобы не было ни у кого никаких причин сравнивать предыдущую деятельность с но это было радикально они прислали мне музыку я сидел очень хорошо помню мне скачали эту музыку записали на диск я поставил этот диск сел вот так началось вступление сидел думал хоть бы мне понравилось хоть бы мне потому что я очень хотел работать и мне очень понравилось уже через неделю буквально я полетел в тбилиси мы записали первую песню а что стало кстати с командой бегуди группа бегуди они существуют как без вас без меня это кто в том ровно в том что составит то есть это бегуди минус минус грешковец или там какие-то метаморфозы все таки случились от того бегу состава бегуди осталось три человека то есть основной лидер группы бегуди композитор и родначальник максим сердеев и композитор есть еще прекрасный перкуссионист и замечательная фантастическая вокалистка оперная и они делают какие-то такие кавер программы прекрасные ну и записываю сейчас новый альбом работают медленно вдумчиво и очень качественно я в этом не участвую и только жду то что они сделали мне очень нравится мы остались приятелями даже друзьями и я очень волновался оценки максима потому что он такой человек очень профессионист ему понравилось то что мы сделали за время он поздравил меня совершенно искренне так что все порядке вот вы когда приезжали в тбилиси скажите вы вы все-таки мы с вами там рождены в ссср да мы помним когда тбилиси это было но то же самое что кемерово ваш родной или там или нынешний калининград то есть советский условно говоря город вот бибби со своим как бы акцентом понятно грузинским изменилось вот ощущение когда вы приезжаете есть ощущение что это за границей что это все-таки друг другая теперь страна это отрезанный ламон сейчас скажу я когда-то давно писал еще давно еще до всех событий то что я не прекращал связь с грузией самого детства я сказал что впервые в жизни я был за границей это был в 80-ый год год олимпиады мне было 13 лет я побывал в тбилиси там было все по-другому там по-другому люди одевались там был абсолютно европейский ландшафт городской там были кафе где люди зайдя купить хлеба заходили в это кафе выпить вина сыграть в нарды там суждался футбол то выносились от телевизора на улицу как в италии и смотрелись футбольные матчи там ходили нарядные люди были большие квартиры в которых стояла прекрасная мебель какой не в жизни в кемерово не видел много музыкальных инструментах инструментов и все умели на них играть и петь и это была такая ресторан на к культуру или например можно было зайти в книжный магазин там выпить кофе есть хачапури тогда еще тбилиси сейчас пожалуй нам ближе чем любые города вильнюс или рига где в риге говорят половину людей на город на русском языке потому что они очень и очень ценят то что было очень ценит мы говорим про какое поколение или эти вот ребята за время самым младшим 27 самому старшему 30 лет они в прошлом году в первый раз жизни были в россии в первый раз они все говорят на русском языке все по-разному качественно но есть террористан всегда был даже советское время мудрицы виду уровень знания языка у них разный но из них там три человека например свободно читают и читают на русском языке художественную литературу и способны воспринимать ни разу не побывав в в россии и все мои друзья это все-таки мои друзья в тбилиси это люди культуры у них у всех дети учатся в школах где изучается русский язык их по-моему двенадцать и тринадцать и русский тоже да то есть как иностранный да как иностранный язык или какие-то там предметы на русском на русском языке преподаются и маленькие дети в этих семьях говорят со мной на русском языке они стараются его сохранить любовь и тяга настолько сильная какой нет сейчас в киеве или в киеве или в харькове там такое мощное притяжение и настолько мощное желание быть снова вместе что не с чем сравнивать вот вы сказали что дети в тбилиси с вами говорят по-русски а вы знаете что-нибудь по-грузински нет вообще я только довольно неплохо потому что он такой обаянный да вы чудесный что я после трех дней пребывания в тбилиси не изучив ни одного слова кроме камара джоба геносуали хачапури хикали и так далее просто начинаешь говорить с этим акцентом что он прилипает из-за его невероятного обаяния вот вы перечислили географию вот со своей гастроли а до кемерово вы не доехали до с завребии еще нет а так я бываю каждый год в кемерово обязательно с концертами со спектаклями с бигуди мы там конечно выступали я люблю но вы когда туда приезжаете вы чувствуете что вы домой приехали или это все-таки уже какая-то немножко другая история уже дома для вас калининград дом конечно калининград дом это тоже и жилье в котором находятся те люди которые собственно и осуществляют этот дом где бы он не был а это 1 год это 1 год который по которым не нужно метаться чтобы посмотреть как изменился ли как какой цвет покрасили школу или детский сад мне это не нужно суть города не меняется хотя он стал существенно почище ну вот как только колеса самолета касаются взлетной полосы посадочной полосы у меня открывается файл вот такой достаточно банальный как мне кажется вопрос сравнить аудиторию аудиторию допустим кемеровскую московскую и калининградскую публика публика вот не просто в целом публика публика гришковца в чем чем разница разница существенная самая лучшая публика которая есть в стране вообще это московская публика вот как правильно это говорить будущее на канале москва 24 при том что не живу в москве и никогда не делал попытки только никогда не было желания я объясню почему москва все-таки город в котором люди понимают качество театра лучше чем где-либо потому что для тех людей которые хотят театр они могут получать его еженедельно виде значимых пример каких-то театральных событий они было для них поход театр это не является чем таким вот для включена там в отпуск или в поездку там командировку в москве или в питере потом это сам московская публика московская публика это смешанная публика потому что половина зала это все-таки те самые люди которые приехали в москву и посетили театр это лучшая аудитория в москве умеют ходить театр именно в москве дарят чаще всего больше цветов это красивые букеты и реже звучат мобильные телефоны у меня на спектакле просто в москве не бывает звонков потому что привыкли и знаю что нужно это сделать кемеровская публика вообще сибирская публика теплая внимательная очень благодарная калининградская публика чуть более расслабленная в силу географии в силу того что там гораздо больше культурных событий фестивалей а есть вот этот снобизм что мы европа есть они конечно он кстати является таким мешающим развитию города фактором потому что они воспринимают свое географическое положение как личные качества но это мы знаем целые странные нации в которых вот этот фактор весьма весьма такой вот значимый вот я люблю калининградскую публику к сожалению пригодим не удается играть спектакли существенно реже дочери даже чем в кемерово потому что из-за того что я там живу так сам факт моего проживания в калининграде очень раздражает местную культурную элиту ну нет пророка своего отечестве если бы я жил в екатеринбурге у меня бы там гораздо больше любит а мне не дают просто там играть не или мне предоставляет театр в самое неудобное время и по каким-то чудовищным ценам за аренду и поэтому конечно калининградцы мне очень приятно зная что я живу на такой-то улице многие не знают это почетный гражданин этого города им за меня нужно платить за билет также как за приезжих гастролеров а приходится потому что мне самые жуткие условия это такая веселая вещь вот 13 июля на крыше арт-плея какая будет по вашему прогнозу ощущение публика потому что это все-таки не совсем обычная площадка это это не театр это такая как как я понимаю это будет молодежная достаточно тусовка или это буду будут стандартные ваши фанаты я думаю что придут люди которые вообще было придут на вот это вот мероприятие этот фестиваль в рамках вот этого там будет выступать и другие коллективы там хафтан будет будет смешанная публика и будет может прийти публика которая в общем не особенно интересуется моим творчеством или группу завремя который просто быть и будет интересно побыть на на крыше и провести приятное время летний вечер вот таким вот у вас вот не смущает этот факт что нет много людей которые пришли не на вас наоборот всегда этому рад а то есть вы считаете что вы вербуете новых поклонников да это более чистая ситуация в этом у меня есть момент удивления и радости я удивлю удивился сначала не мог понять этого почему ребята грузины когда мы играем где-то в городах не в москве а где-то где-то там в ижевске или же в екатеринбурге недовольны тем что приходит много грузин до 9 на концерты ну что они их не любят а потому что они понимают что они пришли на наш концерт только по той причине что приехала что-то грузинское они они не интересуются современной музыкой и мне не важно кто это такой они приходят по вот этой причине побыть среди грузин на грузинском концерте они хотят чтобы все-таки это было был концерт концерт не пришли по причине музыки чтобы сама ситуация была чистый эксперимент был чистый вот теперь я их понимаю у вас планируется выступление в дальнем зарубежье так скажем ведь очень 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 много есть по публике русскоязычные в германии не для не не езжу я знаю что вы не ездите на думал что может быть вот в контексте вот этого сотрудничества и ребята могут поехать я нет я нет для иммигрантов не играю не хочу почему это какая-то особая это не ваша это та самая причина когда многие придут по той причине что это будет вот я поэтому и задал вопрос да потому что это не моя публика это не моя публика я не люблю диаспоры которые вообще не как-то некий профессиональные объединения то есть я не буду играть отдельно для юристов я не играю корпоративов и никогда этого не не буду делать вы вас никогда не приглашали и большая это много я просто отказываюсь и никогда этого не делал на каждом для для многих это основной источник мы будем называть вещи своими именами это основной источник заработка то есть вас вот этот момент никогда не приезжал бы бы заработать быстро и достаточно как бы легко мне был у меня был опыт очень короткий там два или три выступления ради в году в 2003 2004 и после этого мне было так стыдно за профессию за самого себя и за публику что я категорически навсегда от этого отказаться мы не рассмотрим никаких самых лестных предложений вплоть до даже до того чтобы давайте мы сделаем вопрос вообще выкупим театр и придем в театр посмотреть ваш спектакль никаких тостов не будет никого станет нет то есть вот этот формат полчаса унижения и много денег это не вадимая с темы да я играю каждый год крайний спектакль в году 15 декабря день рождения своей жены возвращаясь в день к ленинград и никаких елок разумеется там не может и еще но у меня получается вот в этом сезоне получилось включая концерты девяносто четыре выступления это с конца сентября по конец июня в общем не просто даже некогда я никогда не буду рассматривать варианты чтобы отказаться от спектакля который идет по билетам ну да я вот за что хочу уцепиться вы употребили эпитет крайне говоря о спектакле вместо вместо последней как давно вот эта фишка пошла говорить все абсолютно у меня дольше у меня дольше у вас дольше да как гораздо раньше когда я в том что когда это то есть вы вы фактически родоначальник терминологии я никого никогда не говорит а давайте сейчас последний тост они скажу давайте скажем крайний так по себе это поговорю есть такие все-таки моряки и летчики люди у которых есть к этому такое мистическое отношение к этим словам мне же довелось служить на флоте с тех самых пор я и говорю говорю к а то есть это 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 такая флотская даже когда это флот я не знал я не знал я и для меня это было ну как бы молодежная вещь который вот появился вот вы скажем за как человек которому знакома радость печатного слова который умеет складывать слова во фразы скажите мне вот за последние ну лет 15-20 что произошло у нас вообще с языком я говорю не про литературный язык а про разговорный вы для себя отмечаете какие-то тенденции или это параллельный процесс который вас не занимает нет конечно я замечаю что распространение мусорных сусорных и мерзких бессмысленных слов он сейчас гораздо было бы более но он гораздо более скоро из-за интернета и там сейчас все говорят в моменте вот в моменте в моменте этапа этапа появилась полгода назад и сейчас это до владивостока хабаровской курильских островов очень быстро или московская вот этот да ладно ушло моментально и дошло до молдавии быстро благодаря этому он упростился язык упростился не придают значение значение словам не то есть не придают значение значению слов очень много употреблять совершенно бессмысленных слов типа позитив эмоции вместо того чтобы говорить более точными чтобы вспомнить некие синонимические ряды которые соответствуют вот этим совершенно не красочным и не точным словам но все-таки я нахожусь в той среде где за язык и за слово держатся люди и где надо отвечать и где надо отвечать и где нужно думать а мы к вопросам слова заканчиваем передачу всегда вот такой игрой в словах хотя называется игрой игра в правду это я не знаю знаете вы такой проект или не давно объяснили а не предупредили вот значит ну вам объяснить да как это выглядит здесь 4 книжки 4 цвета карточки сейчас мы словами меня также предупредили что если мне вопрос не понравится легко и смело да не гнется вы сидите я к вам как я люблю когда гости пьют кофе это все вода и вода последнее кофе вкуснее конечно и честнее так красное любую красную и нет самые сложные вопросы после они из разряда откровенных по этому вы когда-нибудь копались вещах своего партнера без его ведома никогда жизнь это женская история говорят девочки когда жизнь точно и не было не было желание мне кажется это настолько постыдно видимо это воспитание семейное воспитание покопаться вещах другого человека это в любом случае открыть какой-то ящик пандоры даже это будет совершенно в мозгах еще хуже когда попаться в мозгах другого человека следующий не точно никогда не так желтая до любую это желтая нет это голубая да голубой желтый так неловкий вопрос уходили ли вы из заведения намеренно не оплатив счет или что-нибудь прихватив на память платить платил всегда поскольку довольно долго проработал бармен и не я понимаю что а вот прихватывать приходилось значит как не был такой девяностое годы почти бомжевал девяностом году германии в берлине и заходил кафе чтобы из туалета взять рулон туалетной бумаги ну довольно много кружек пепельниц пару занятных или то что мне понравилось номерки какие-то да коррекционирует стали нет просто вот что-то такое хотят иногда просто из пьяной лихости что-то ну инстинкт добытчик то просыпать у нас например большую кружку утащить попрощаться с администратором последний крайний край праздник вопрос снова желтая вот вам случалось обсуждать фильм или книгу который вы на самом деле ни разу не читали или не смотрели доводилось когда коллеги говорят ну как тебе моя последняя работа такого не было чтобы такого не было есть есть авторы чьи произведения у меня нет надежды весьма категоричное мнение и суждение об этом что мне не обязательно читать я вступал в полемику тоже будучи не трезв конечно потому что если бы трезв не стал был также весьма категоричный и читал и не читал и читать не намерен этот в том случае когда есть все-таки звание предыдущих вам абсолютно не обязательно будет читать книжку 24 кадра правды про моя задача просто ее пропиарить потому что это моя книжка я собираю беседы но я вам ее дарю спасибо читать не обязательно а вам обязательно надо сходить 13 на крышу в артплей там будет Евгений Гришковец и группам за время спасибо Евгений Гришковец Евгений Гришковец